Привет! Когда-нибудь мы точно научимся не оставлять дорогие для нас вещи в местах, доступных для собак. После таких игр наушники уже не работают. Автор фото не рассказал, как такая ситуация вообще могла произойти. Но, пожалуй, это один из самых трагичных снимков, которые я видел за последнее время. Сколько же в этом кадре боли! Вот до чего может довести любовь к соцсетям. Девушка всего-то хотела выложить фотографию с мороженкой и побережьем. А чайка решила воспользоваться моментом. За это она заслуживает внимания Фактории и наших зрителей. Мужчина решил отрастить бороду за лето, чтобы она согревала его зимой. Но с наступлением холодов он опытным путем выяснил, что так еще хуже. Хоть он и попал в достаточно неловкую ситуацию, из-за которой теперь придется объясняться с начальством, но парень все равно сохраняет позитивный настрой. Для тех людей, кто до сих пор сомневается, что сотрудники в аэропортах буквально топчутся на нашем багаже, я подготовил эту фотографию. Оставил след и даже не захотел устранять улики. Присылайте свои интересные фото по ссылкам в описании под этим видео. Геймеры не могут отлучиться от игры даже на 15 минут, чтобы спокойно поесть. И именно это периодически играет с ними злую шутку. Теперь придется отвлечься больше, чем на 15 минут. Да что вы знаете о недобром утре. Когда твоя зубная щетка выскальзывает из рук и летит прямиком в туалетный ёршик, то понимаешь, что сегодня будет очень тяжелый денек. Кому-то удалось зацепиться за заветную игрушку в автомате и дотащить ее до выхода. Но в самый последний момент все равно случилась неприятность. К такому нас жизнь не готовила. После того, как холодильник буквально разваливается у тебя на глазах, даже человек, не верящий в приметы, поймет, что это знак свыше. Знак, что пора переходить на здоровое питание. У вас есть какие-нибудь предположения, что нужно сделать со своим ноутбуком, чтобы тот частично расплавился? Фактория теряется в догадках. Сегодня нам должны были доставить несколько коробок с круассанами. Их всегда помечают для курьеров, что внутри находится хрупкий товар. Но даже эта надпись совершенно никого не смутила. Когда вы будете чувствовать себя неловко, просто вспомните мою ситуацию. Я весь день проходила со своими трусами в капюшоне кофты. Заметила это только по возвращению домой. Пытаться совмещать управление автомобилем и попытку перекусить – это очень плохая и небезопасная идея. Водителю повезло, что он отделался только испачканным салоном. Вроде бы вполне взрослая дама. Но как в ее голове могла появиться мысль, что таким способом ей удастся нормально попасть кетчупом в свою еду. Через два с половиной часа у меня выступление в школе. Я очень долго к нему готовился, и именно в этот момент с моим инструментом произошла такая неприятность. Это полный провал. Да, улитки может и медленные создания, но даже они смогут натворить бед, если надолго их оставить без присмотра. Так еще и в таком количестве. Робот-пылесос создан, чтобы упростить нашу жизнь. Но довольно часто случается совершенно обратная ситуация. Во время уборки он врезался в напольное зеркало. В печенье с предсказаниями обычно попадается какое-нибудь позитивное напутствие. Но когда ты достаешь оттуда фразу «жизнь – сложная штука», то понимаешь, что ты действительно неудачник. Срочно нужно было воспользоваться принтером, и именно в этот момент он решил сломаться. Провозился с ним некоторое время, после чего он выплюнул мне бумагу в таком виде. Работники одного фастфуда, по всей видимости, решили немного разнообразить рецепты своих бургеров. Они забыли вытащить этикетку перед готовкой. В этот момент приходит осознание, что у тебя стало на одну спальню меньше, зато больше на одну ванную комнату. Осталось только придумать, как контролировать такой напор. Во время тенниса я не снимаю свои часы, чтобы не пропустить важные уведомления. Стоило мне пропустить лишь одну подачу, и мяч прилетел именно в них. Я так и представляю, что происходило после этой ситуации. Горе-повар несколько секунд стоял, а в голове у него происходила загрузка и непонимание того, что именно он сейчас сделал не так. Проснулся от резкого удара и звука битого стекла. Мой кот решил, что мне пора поменять системный блок. Спасибо ему за это. В моей голове сейчас тысячи возможных сценариев, как такое могло произойти. И я даже не знаю, какой из них был бы более реальным. Сегодня я осознал, что вело-замки вообще ни от чего не страхуют. Да, большая часть на месте, но сняли сиденье и задний брызговик. И как мне теперь на нем ехать домой? Почувствовала себя героем какого-то фильма с испытаниями, когда контейнер с мукой упал дном кверху. Пришлось подключить смекалку, чтобы безопасно обезвредить эту ловушку. Для красивого кадра девушка решила прилечь в трубе из металлической сетки высоко в горах. Но забыла убрать телефон в более надежное место. И тот вылетел из кармана. Так сказать, загрузила все данные в облако. На этот джип упала краска, которой наносят дорожную разметку на сумму более трех тысяч долларов. Кому из участников происшествия не повезло больше? Возвращаюсь уставшей домой, открываю дверь, и из нее выскакивает кобра. Ну вот, теперь я даже в собственный дом уже попасть не могу. В нашем городе прошел мощный ураган, и он унес крышу моего дома. Я теперь чувствую себя персонажем из игры «Симс». И похоже, что проще планировать переезд в новый дом, чем восстановить этот. Вот. Поставил чайник на плиту и на несколько часов про это забыл. Ладно, чайник, но и сама плита теперь тоже испорчена. Жена меня убьет. Завел себе попугая, думая, что от него не будет таких проблем, как от кошек и собак. Ну да, конечно. Он крошит буквально все, что видит на своем пути. Для обладателей виниловых проигрывателей, которые покупают свои любимые композиции на пластинках, это картина олицетворения настоящей боли. Теперь вы в курсе, что перевозить еду в кастрюле – не лучший вариант. Одна какая-нибудь кочка и блюдо можно считать навсегда утраченным для нашего мира. Лапша быстрого приготовления была создана для тех, кто не успевает или не умеет готовить. Ведь всего-то нужно ее заварить и немного подождать. Но кто-то даже с такой задачей не смог справиться. Вчера я сделал новую татуировку. Очень долго подбирал подходящий эскиз. Поспал на шелковой простыне, на которой теперь это изображение останется навсегда. Не знаю, каким образом, но в моей ванне выдвинулся один из ящиков, а дверь открывается вовнутрь. Это максимум, на который мне удалось ее открыть. Вроде бы после такого чувствуешь обиду на целый мир. Но с другой стороны ощущаешь себя настоящим супергероем с невероятной силой. Постоянно переживаю, что добавил слишком мало соли во время готовки. Но в этот раз я точно остался уверен, что ее было достаточно. Есть люди, которым точно не стоит играть в лотереи и азартные игры. И вот один из таких. У него было три попытки, и все они с треском провалились. Я так долго планировал этот выезд на рыбалку. Начал бурить первую лунку, и бур развалился. А я ведь ехал сюда несколько часов. Чтоб вы понимали, это главный вход в магазин, в котором я работаю. Сейчас мне нужно открыть его перед началом рабочего дня. Ну а какой-то гений припарковал здесь свой велик. К моим соседям приехал неугомонный 12-летний внук. Он решил покататься на своем велосипеде. Так вот, я не понимаю, почему от этого должен страдать именно мой дом. Я много раз говорил маме, что эта кружка не предназначена для посудомойки. Но сегодня она все-таки решила рискнуть. Почему только мы должны слушаться мам, а в обратную сторону это не работает? В этой сумке находятся две коробки с пиццей. И девушку, судя по всему, совсем не заботит то, в каком виде она принесет их домой. А вот все остальные точно расстроятся. Заводи детей, говорили они. Будет весело, уверяли они. Но никто не предупреждал, что это веселье еще и на мой телевизор будет распространяться. Когда ты надолго забываешь свою выпечку в духовке, то она рискует превратиться в подгорелое произведение искусства. Кстати, на канале Фактория есть несколько выпусков, посвященных таким горе-поварам. Позитивному настрою этой дамы можно лишь позавидовать. Да, теперь точно придется идти к стоматологу, но она все равно смотрит на произошедшее с улыбкой на лице. Правда уже не с той улыбкой, что прежде. Решила порадовать своего мужа и впервые приготовить ему вафли на завтрак. Да уж, совсем не на такой подарок я рассчитывал, Ан. Я всегда питаюсь либо в кафе, либо заказываю еду в доставке. Сегодня впервые за долгое время решил приготовить что-нибудь сам. Лучше продолжу свой привычный образ жизни. От греха подальше. Представляю, каким сюрпризом окажется эта ситуация для водителя, когда он наконец заметит, что присвоил себе кое-что из имущества заправки. Пробить колесо таким предметом – это еще постараться нужно было. У отдельных личностей прям настоящий талант встревать в неприятности. Теперь я на сто процентов уверен, что не все подушки можно стирать в машинке. В следующий раз буду с кем-нибудь советоваться. Ситуация настолько неожиданная, что действительно не остается ничего другого, кроме как снять ее на камеру и показать своим знакомым, на что ты способен. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Спасибо!